Как нарисовать красивую лежащую кошку по этапно карандашом для начинающих и детей? Если вы уже ознакомились с предыдущими статьями на тему рисования кошек и собак, вы знаете, что любое изображение, даже самое сложное, следует разложить на простые фигуры, круги, овалы, прямоугольники, треугольники. Такой прием значительно упростит дальнейшее рисование. Как только вы примените подобную технику к изображению кошки, вам останется лишь нанести вспомогательные и основные линии. Вариант решетка 1. Условно разделите поле листа для рисования на две части правую и левую. В левой части нарисуйте окружность, немного приплюснутую сверху и снизу. Это будет голова кошки. Во внутренней части окружности проведите две вспомогательные линии, вертикальную ось, строго по центру окружности, горизонтальную. Линию, которая делит вертикальную ось на две части, верхнюю и третьих оси, и нижнюю, одна третья оси, ориентируясь на линии, нарисуйте. Следующие вспомогательные фигуры. Два овала для глаз. Один большой овал для области носа. Два пересекающихся овала для верхней губы. Равнобедренный треугольник для носа. Поскольку наша кошка пребывает в сладкой дреме, ее глаза закрыты. Это значительно облегчает задачу художника. Закрытые глаза можно прорисовать двумя плавными линиями, спускающимися к носу. Для носа скруглите уже нарисованный треугольник. Прорисуйте овалы верхней губы. Посмотрите внимательно на рисунок. В случае, если результат вас полностью удовлетворит, сотрите дополнительные линии глаз, носа, губ животного. Уши кошки имеют треугольную форму. Расположите в верхней части головы два вспомогательных треугольника. Ориентируясь на них, прорисуйте расслабленные уши животного. Плавные линии обозначьте линию щек. Обязательно стирайте вспомогательные линии по мере продвижения работы. Прежде чем приступить к рисованию тела лежащего животного, нарисуйте два вспомогательных овала. Посмотрите на рисунки внизу их расположения относительно друг друга и вспомогательного овала головы. Нарисуйте тело животного, локоть поджатой лапой, его хвост. Добавьте к изображению мелкие детали, поджатую лапу, осы, брови. Раскрасьте рисунок. Вариант решетка. Два еще одна спящая кошка. Монохромная техника не ограничивает фантазию, если вы решите сделать рисунок в цвете. Сделайте набросок нескольких вспомогательных фигур и линий. Большой овал для тела лежащей кошки. Небольшую, слегка приплюснутую окружность для головы. Чтобы изображение было максимально естественным, примите во внимание следующее правило. Тело кошки по длинной оси чуть больше двух. Диаметров головы животного. Проведите оси маленького овала. Они станут вспомогательными линиями при работе над головой животного. Сделайте набросок головы животного. В этой работе мы пойдем путем наименьшего сопротивления. Глаза кошки будут закрыты. Чтобы наметить их, просто проведите две легкие линии в нижней части маленького овала. Нос животного. Равнобедренный треугольник, расположенный на вертикальной оси овала. Чуть ниже треугольника проведите слегка выгнутую линию для рта. Уши животного расположены достаточно далеко друг от друга и имеют треугольную форму. Дорисуйте вспомогательные линии тела. Для этого соедините плавные линии дуги большого и малого валов. Проведите две выпуклые линии чуть выше головы кошки, обозначив выпуклость лопаток. Нарисуйте еще одну окружность для прорисовки поджатой лапы. На этом этапе прорисуйте две передние лапы. Добавьте небольшой вспомогательный круг для облегчения прорисовки задней лапы. Более детально прорисуйте уши животного. Поработайте над очертанием морды. Продолжайте работать над деталями изображения. С помощью двух вспомогательных линий сделайте набросок хвоста. По линиям наброска прорисуйте контуры шерсти. Прорисуйте пальцы задней лапы. Над глазами обозначьте линии вибрисов по три. Над каждым глазом не забудьте прорисовать контуры шерсти передушными раковинами животного. Не забудьте прорисовать усы вашей мурки и подушку, о которой кошка спит. Обратите внимание на тень в районе носа. Наложив на этот участок более плотный цвет, вы добьетесь объемного и реалистичного изображения. Работая над изображением шерсти животного, учтите, что кошка – живое существо, у которого шерсть не растет идеально ровно. Штриховка шерсти может выглядеть примерно так, как показано на фото внизу. Аккуратно прорисуйте шерсть животного 10. Не забудьте обозначить тени складочки на подушке. Вариант решетка 3. На схемах внизу показаны еще несколько вариантов изображения лежащей кошки. Прежде чем приступить к понравившемуся рисунку, изучите советы касательно рисования мордочки и глаз кошки. Как нарисовать красиво мордочку кошки? Если вам надоело рисовать спящих морок, вас ждет увлекательное занятие. Рисование голови кошки в анфас, вид спереди, профиль, вид сбоку и в поворот 3 четверти. Морда кошки в фас начала довольно предсказуема. Нарисуйте окружность и разделите ее двумя взаимно перпендикулярными диаметрами на 4 части. Примите во внимание, один диаметр должен быть строго вертикальным, а второй – строго горизонтальным СМ. Рисунок внизу. Точка пересечения горизонтального и вертикального диаметров указывает на переносицу животного. Разделите нижнюю часть вертикального диаметра пополам и построите еще одну вспомогательную окружность, радиус которой равен 1 четвертой диаметра большой окружности. Вертикальный диаметр маленькой окружности разделите на 6 равных частей. Через отмеченные точки проведите 5 вспомогательных линий. Линии параллельны между собой и параллельны относительно горизонтального диаметра большой окружности. Среднюю линию малой окружности, горизонтальный диаметр, также разделите на 6 равных между собой частей. Нос кошки, равнобедренный треугольник SM. Рисунок внизу. С помощью вспомогательных линий построите треугольник, а чуть ниже отметьте верхнюю линию рта животного. Внимательно изучите рисунок внизу и сделайте набросок нижней части морды, ориентируясь на вспомогательные линии. Кошачьи глаза – это отдельная история. В этой части статьи описывается общее правило рисования глаза животного. Чтобы точно определить место для глаза, проведите несколько вспомогательных линий SM. Рисунок внизу. Опираясь на вспомогательные линии, нарисуйте глаза животного. Помните, у взрослого животного форма глаз удлиненная, а у котят круглая. Будьте внимательны, вспомогательные линии в этом случае строятся несколько иначе. Детальные рекомендации, как нарисовать глаза кошки, находятся дальше по тексту. Постройте вспомогательные линии для прорисовки ушей и щек. С помощью параллельных вспомогательных линий окружности сделайте наброс кошачьего уха. Прорисуйте шерсть в ухе животного. Учтите, внешняя часть ушной раковины не покрыта шерстинками. Прорисуйте нос животного. Не забудьте прорисовать усы у вашей усатой полосатой. Морда кошки профиля рисуется с помощью кругов и вспомогательных линий SM. Рисунок внизу уши также рисуется достаточно легко. Ниже представлен еще один вариант прорисовывания кошачьего профиля морда. Кошке поворот три четверти, поскольку вы уже знакомы с магией и вспомогательных линий, нарисовать загадочную мурлыку не составит труда. Изучите внимательно пошаговую схему и попытайтесь добиться совершенства, как красиво нарисовать глаза кошки. Глаза – деталь, над которой придется потрудиться. Однако, чем чаще вы будете рисовать, тем естественнее будет кошка на вашем рисунке. Итак, вы имеете вот такое базовое изображение глаза SM. Раздел «Как нарисовать морду кошки в фаз». Опираясь на базовую форму, сделайте предварительный набросок SM. Рисунок форма зрачка у представителей семейства кошачьих изменяется в зависимости от освещения. Ореол вокруг зрачка прорисуйте короткими темными штрихами. Остальную часть глазного яблока заполните штрихами менее насыщенного цвета. Обязательно отметьте место для надбровных вибристов и прорисуйте шерстинки вокруг глаза. Глаза в профиль будут выглядеть так, как показано на рисунке внизу. В результате вы получите очень естественное изображение животного, как нарисовать кошку по клеточкам. Рисование по клеточкам, которое сначала предлагалось малышам в качестве тренажера для развития графомоторных навыков, становится все более популярным хобби и для достаточно взрослых людей. Прелесть рисования по клеточкам не только в замечательном расслабляющем эффекте, но и возможности создать красивый рисунок, не обладая при этом ярко выраженными талантами художника. По большому счету, по клеточкам могут рисовать даже те из нас, кто с трудом может провести ровную линию на листе бумаги. Все, что вам понадобится, бумага в клеточку подходящего размера, карандаши и свободное время. Образцы для рисования по клеточкам представлены ниже. Как красиво нарисовать силуэт кошки. Видео «Рисуем силуэты черных кошек». Рисунки и поделки на Хэллоуин подскажут, как нарисовать загадочные и совсем не страшные силуэты черных кошек. Как красиво нарисовать кошку с котятами. Мягкие урчащие кошки с котятами – фавориты в изобразительном искусстве. Такой рисунок самостоятельно может нарисовать даже ребенок 6-7 лет. В основе рисунка – самые простые геометрические фигуры и минимум вспомогательных линий. Как нарисовать кошку аниме. Кошечки в стиле аниме обаятельны и игривы. Возможно, благодаря этому большеглазые создания завоевали всемирную популярность. Вашему вниманию предлагается несколько вариантов поэтапного рисования этих симпатягах. Внимательно изучите предложенный алгоритм. Шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4, шаг 5. Хорошо освоив технику рисования одного изображения, можете смело переходить к другим кошкам аниме. Как нарисовать ребенку кошку легко и просто. Рисунки для срисовывания. В конце статьи немного счастливых котов для вашего вдохновения.